Добрый день! На сегодняшнем видеоуроке мы попробуем поработать с подколенной зоной. Это та зона, которая очень плохо гнется, когда люди жалуются, что при наклонах они испытывают максимальное натяжение. Но мы будем работать не столько с подколенной зоной, сколько с цепочкой включения наших мышц в определенное движение. Нам понадобится что-то под колено, особенно если вам неудобно сидеть, когда мы садимся, в положении на седалищные бугры, то есть вам приходится отклоняться. То есть если вам необходимо отодвинуться, чтобы хоть как-то сидеть, тогда обязательно должна быть такая подкладочка. Если у вас хорошее разгибание колен и отрывается пяточка, вот у меня она отрывается совсем чуть-чуть, тогда можно не использовать ничего под колено. А я покажу вариант или вариант возможен, когда мы просто ставим свой кулачок и используем его как опору определенную. Я буду использовать опору. Мы кладем ее под колено, выставляем пяточку на уровне серединки паховой линии, то есть так, как мы должны двигаться. Сели на седалищные бугры и мы включаем в работу переднюю цепь, пальцы тянем на себя, потом голеностоп, теперь разгибаем ногу в колени и включаем тазобедренный сустав, поднимаем ножку вверх, вниз, расслабились. Очень важно, чтобы мы не качались телом для того, чтобы поднять ногу. Выполняем еще два раза. Пальцы на себя, голеностоп, колено, тазобедренный, вниз, отпустить. Еще раз, пальцы, голеностоп, колено, держим мышцы живота, чтобы спиночка была стабильная и вниз. Теперь движение стопы будет в другую сторону. Собрали пальчики, отпустили голеностоп, разогнули колено вверх и вниз и расслабились. Еще два раза. Пальцы, голеностоп, колено, вверх, вниз, расслабиться. И еще один разочек. Пальцы, голеностоп, колено, вверх, вниз, вверх, вниз, отпустить. И теперь, чтобы это было еще чуть более интенсивным, мы добавим чуть-чуть статики. Пальцы на себя, голеностоп на себя, разогнуть колено, поднять, держим, пять, следим за стопой, три, два, один, вниз, расстеклись, расслабились. И в другую сторону. Пальцы, голеностоп, колено, вверх, пять, четыре, три, два, один, вниз. Замечательно. Убираем нашу подкладочку и смотрим, а что-то поменялось в подколенном пространстве? Стала ли наша ножка гораздо ближе к полу? Уменьшилось ли расстояние между коленочками? И точно такую работу мы выполним для другой ножки. Подкладываем ножку. Я развернусь, чтобы было видно. Выставили пяточку на серединку паховой линии, чтобы было так, как мы ходим. В этом положении медленно пальчики на себя, голеностоп, коленный сустав, вверх, вниз, расслабиться. Еще разочек. Пальчики, голеностоп, колено, вверх, вниз, отпустить. Последний раз. Пальцы. Следим за положением стопы. Как разгибается ножка? Колено, вниз, отпустить. Стопа будет работать в другую сторону. Собираем пальчики, голеностоп, колено, вверх, вниз, расслабиться. Еще разочек. Собрать пальчики, вниз, колено, тазобедренные, отпустить. Выполняем последний раз. Пальчики, голеностоп, колено, вверх, вниз, расслабить. И добавляем статику. Работа с прямыми мышцами бедра хороша тем, что когда мы в ходьбе очень часто разворачиваем стопы, мы идем не прямой мышцей бедра, а больше приводящей. И вот в этом упражнении нам приходится почувствовать, а как же на самом деле должны работать мышцы. И еще разочек в статике. Пальчики на себя, голеностоп, колено. Держим. Пять. Следим за стопой. Четыре, три, два, один, вниз. Расслабить, освободить ножку. И в другом направлении. Пальчики, голеностоп, колено, тазобедренный. Пять, четыре, три, два, один, вниз. Очень хорошо. Отпустили и посмотрели, стало ли более комфортно в положении сидя. И есть ли ощущение, что задняя поверхность под коленой не так уже растягивается, не так дает ощущение напряжения. Очень хорошо. Выполняйте это упражнение, пока вы не почувствуете, что вы легко это делаете. Вы можете увеличивать подъем ноги. Но самое важное, чтобы в движении пальчиков и голеностопов у вас стопа была направлена точно на колено, и вы не вращали бедренную кость при подъеме. Желаю успехов в освоении собственного тела. Продолжение следует...